Часть пятая. В этот вечер к Антону Сергеевичу зашел гость. Это был старый господин с желтоватыми усами, подстриженными на английский манер, солидный, очень опрятно одетый, в сюртуке и полосатых штанах. Подтягин его почивал бульоном магии, когда вошел Ганин. Воздух был синеват от папиросных паров. Господин Ганин, господин Куницын, и Антон Сергеевич, сияя стеклами пенсне и посапывая, вдавил Ганина своей мягкой рукой в кресло. Это, Лев Глебович, мой старый однокашник, когда-то шпаргалки мне писал. Куницын осклабился. «Было дело», — проговорил он низким, круглым голосом. «А позвольте вас спросить, дорогой Антон Сергеевич, который теперь час?» «Да ну вас, час детский, можно еще посидеть». Куницын встал, подтягивая жилет. «Супруга ждет, не могу». «Ну что же, не смею удерживать», — развел руками Антон Сергеевич и бочком через пенсне, поглядел на гостя. «О жене вашей кланяйтесь. Не имею чести знать, но поклон передайте». «Благодарю», — сказал Куницын. «Очень приятно. Всего доброго. Пальто я, кажется, в передней оставил». «Я вас еще провожу», — сказал подтягин. «Простите, пожалуйста, Лев Глебович, сейчас вернусь». Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту от того, что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волнение. Ему хотелось рассказать ему о многом, о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах всемирная иллюстрация да живописные обозрения ведь бывали под виньетками стихи этого самого подтягина. Антон Сергеевич вернулся, хмуро покачивая головой. «Обидел меня», — сказал он, садясь к столу и барабаня пальцами. «Ах, как обидел!» «В чем дело?» — улыбнулся Ганин. Антон Сергеевич снял пенсне, вытер его краем скатерти. «Презирает он меня, вот в чем дело. Знаете, что он мне давеча сказал?» «Смотрел с эдакой холодной усмешечкой. Вы, — говорит, — стихи свои пописывали, а я не читал. А если бы читал, терял бы то время, что отдавал работе. Вот что он мне сказал, Лев Глебович. Я вас спрашиваю, умно ли это?» «А кто он такой?» — спросил Ганин. «Да черт его знает!» «Деньги делает!» «Эх, ма, он человек, видите ли!» «Что же тут обидного, Антон Сергеевич? У него одно, а у вас другое. Ведь вы его, небось, тоже презираете?» «Ах, Лев Глебович!» — заволновался Подтягин. «Да разве я не прав, коли презираю его?» «Не это ведь ужасно! А ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить!» Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку. «Ужасно то, что я принял! Извольте любоваться, двадцать морковей, черт бы их подрал!» Старик совсем растрепался, жевал губами. Седая щетка под нижней губой прыгала. Толстые пальцы барабанили по столу. Потом он с болезненным присвистом вздохнул и покачал головой. «Петька, Куницын, как же, все помню!» Хорошо учился, подлец. И аккуратный такой был при часах. Пальцем показывал во время урока, сколько минут до звонка. Первую гимназию с медалью кончил. «Странно должно быть вам это вспоминать», — задумчиво сказал Ганин. «Странно вообще вспоминать. Ну, хотя бы то, что несколько часов назад случилось. Ежедневную и все-таки не ежедневную мелочь». Подтягин внимательно и мягко посмотрел на него. «Что это с вами, Лев Глебович? Лицо у вас как-то светлее. Опять, что ли, влюблены? А насчет странности воспоминания? Фу, ты как хорошо улыбнулся!» «Я недаром к вам зашел, Антон Сергеевич». «А я вас куницыным угостил. Берите пример с него. Вы как учились?» «Так себе», — опять улыбнулся Ганин. «Балашовское училище в Петербурге, знаете?» Продолжал он, слегка подлаживаясь под тон Подтягина, как это часто бывает, когда говоришь со стариком. «Ну вот, помню, тамошний двор. Мы в футбол лупили. Под аркой были сложены дрова. Мяч, бывало, собьет полено. Мы больше в лапту играли, да в казаки-разбойники», — сказал Подтягин. «Вот жизнь и прошла», — добавил он неожиданно. «А я, знаете, Антон Сергеевич, сегодня вспоминал старые журналы, в которых были ваши стихи и березовые рощи». «Неужели помните?» Ласково и насмешливо повернулся к нему старик. «Дура я, дура. Я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава богу, стихов не пишу. Баста! Совестно даже в бланки вписывать, поэт. Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду». Ганин посмотрел себе на ноги и не спеша заговорил. «В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница. Да еще какая, светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух. Так-так, — закивал Потягин, — у вас есть что-то хитрое, Левушка. Это хорошо. А на самом деле я был до смешного чист и совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ею, как особенной тайной, а выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив или застенчив. Просто очень удобно жил в самом себе и ждал. А товарищи мои, те, что сквернословили, задыхались при слове «женщина», были все такие прыщеватые, грязные, с мокрыми ладонями. Вот за эти прыщи я их презирал. И лгали они ужасно отвратительно о своих любовных делах. «Не могу скрыть от вас», своим матовым голосом сказал Потягин, что я начал с горничной. «А какая была прелесть! Тихая, сероглазая!» Глаши звали. «Вот такие дела!» «Нет, я ждал!» Тихо сказал Ганин. «От тринадцати до шестнадцати лет. Три, значит, года. Когда мне было тринадцать лет, мы играли раз в прятки, и я оказался со сверстником вместе в платяном шкапу. Он в темноте и рассказал мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют себя раздевать за деньги. Я не расслышал правильно, как он их назвал, и у меня вышла «Принститутка» смесь институтки и принцессы. Их образ мне казался поэтому особенно очаровательным, таким таинственным. «Но, конечно, я вскоре понял, что ошибся, так как те женщины, которые в развалку ходили по Невскому и называли нас, гимназистов, карандашами, вовсе меня не прельщали. И вот после трех лет такой гордости и чистоты я дождался. Это было летом у нас в деревне». «Так-так», — сказал Подтягин, «все это я понимаю, только вот скучно немного. Шестнадцать лет, роще, любовь». Ганин посмотрел на него с любопытством. «Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?» «Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь, а теперь поздно начать жить сызного. Только думается мне, что в конце концов лучше быть сангвиником, человеком дела, а если кутить, так, чтобы зеркала лопались». «И это было», — усмехнулся Ганин. Подтягин на минуту задумался. «Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костьми лечь или, если не здесь, то в Париже». «Совсем я сегодня раскис что-то. Простите». Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко-далеко крикнул безутешно и вольно паровоз. Ночь в незавершенном стекле холодно синела, отражая абажур лампы и край освещенного стола. Подтягин сидел сутуло, опустив седую голову и вертя в руках кожаный футляр портсигара. Никто бы не мог сказать, о чем он размышлял. «Были ли то думы о бледно прошедшей жизни или же старость, болезнь, нищета с темной ясностью ночного отражения являлись перед ним? Были ли это думы о паспорте, о Париже? Или просто скучная мысль о том, что вот узор на коврике как раз вмещает носок сапога, что хорошо бы выпить холодного пива, что гость засиделся не уходит, бог весть? Но Ганин, глядя на его большую поникшую голову, на старческий пушок в ушах, на плечи, округленные писательским трудом, почувствовал внезапно такую грусть, что уже не хотелось рассказывать ни о русском лете, ни о тропинках парка, ни тем более о том удивительном, что случилось вчера. — Ну вот, я пойду. Спите спокойно, Антон Сергеевич. — Спокойной ночи, Левушка, вздохнул подтягин. — Хорошо мы потолковали с вами. Вы вот не презираете меня за то, что я взял укуница на денег. И только в последнюю минуту уже на пороге комнаты Ганин остановился, сказал. — Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив. Подтягин приветливо кивнул. — Так-так, кланяйтесь. Не имею чести знать, но все равно кланяйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...